Вот интересный комментарий, на который я отвечу. Он на мой видосик Культура речи пишет Георгий, еще много лет назад я общался с людьми, которые тщательно подбирали слова и избегали употребления имени чистой силы и мата. Ну что, хорошо. Важно, чтобы вот это все как-то вошло в привычку. Сначала да, вы следите за этим делом, целенаправленно контролируйте себя, а потом это входит в привычку и у вас идет совсем другая речь. Но неприятностей эти люди доставили нам предостаточно. Знаете, умение культурно выражаться еще не означает, что у человека и характер поменялся. В основном играет вот это вот в общении неприятностей разные, играет характер человека. Что там у него имеется, почему вам неприятно с ними общаться. Хотя он может говорить грамотно, культурно, без мата и так далее. Ну, в те годы я воспринимал культуру речи как форму этикета. Этикет я изучил по своей инициативе давно. Ну, хорошо. Его должен знать каждый, как правила дорожного движения. Я, правда, не изучал этикет, поэтому ничего не могу сказать. Что и как, я понимаю, должно быть доброжелательное отношение к человеку. А потом, в зависимости от его реакции при общении, вы начинаете понимать, кто перед вами, стоит ли дальше с ними общаться. Дружить или еще как-то контактирует. Либо вообще надо избегать. Как бы он хорошо не был одет, как бы он манерно не выражался, как бы он культурно не держал вилку с ложкой и т.д. и т.п. Так, из-за некоторых жизненных обстоятельств у меня снесло энергетическую защиту. Я стал чувствовать негатив от использования моих неправильных слов. От некоторых жизненных обстоятельств. А я вам как раз и рассказывал, что именно благодаря жизненным обстоятельствам, которые складываются вокруг нас, для нашей же пользы, они складываются исключительно для нашей пользы. Благодаря этим обстоятельствам мы либо вырастаем, они для того нам и нужны, либо они нас сомнут и все, и мы тут начинаем все что угодно там, знаете, энергетическую защиту, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну работайте, чтобы у вас энергетическая защита была, чтобы все. Вот эти как раз обстоятельства и служат нам уроками, которые мы должны проходить, а не просто как-то, знаете, отписываться. Вот найдите в себе вот в жизненной те ситуации, благодаря которым, вот они неожиданно случились, то есть вы их прошли и получили какое-то благо в жизни, какую-то новую ступень в своем развитии. Вспомните о них, можете написать. Стал чувствовать негатив от использованных мною неправильных слов, матерных не к месту, использованных и так далее. Ну вы поняли, о чем я. Но раз вы чувствуете негатив, вот важно по жизни самообучение, анализ, синтез, анализ, синтез, принятие на основе этого решения, как изменяться, в какую сторону идти, чтобы у вас не засосало болото жизненное. Вот не плыть по течению жизни, куда она вас прибьет, а все-таки самим грести туда, куда вам надо. Это большое дело. Теперь слежу за тем, что говорю и думаю. Вот это уже, как бы сказать, хороший итог всего этого. Далее. Но как же трудно переучиваться после стольких лет в вольнице. А что тут переучиваться? Знаете, вот для меня как-то не существует каких-то вот таких вот трудностей, переучиваний или еще что-то, еще что-то. Вот если вы ясно и понятно видите цель, видите перспективы того, что вы делаете, вы просто-напросто этим начинаете заниматься, и оно вам приносит, как бы сказать, удовлетворение, радость. Вот что главное. А не то, что, знаете, вот ломает себя в чем-то, не понимая для чего, что и как вы делаете, якобы это будет хорошо. А на самом деле, если вот такое у вас возникает в сознании, то это не работа над собой, а это наживание нового негатива. Я думаю, вы поняли, что важно видеть цель, важно видеть перспективу того, чем вы занимаетесь, важно во время занятий видеть вехи, что вы на том пути находитесь. И воодушевленный вот всем этим, вы тогда с радостью этим занимаетесь, посвящаете этому большую часть своего времени. Вот это правильно. Ну, продолжим дальше. Так, ПС, тему Геннадий Петрович затронул интеллект. Это про культуру речи, да? Ну, как всегда, именно только затронул. И вот именно только затронул. Вот это меня и побудило сделать этот видосик. Дело в том, что здесь начинаются работать ваши собственные наработки, ваши собственные достижения, ваша собственная, ну, будем говорить, интуиция. Ну, интуиция, я еще раз хочу обозначить, что такое интуиция. То есть вы чувствуете, ну, грубо говоря, видите цель, чувствуете, что перспективы будут такие-то. Ага, начали заниматься, действительно это идет. Вот где-то вот так примерно. Ну, конечно, понятий интуиции достаточно много, но тем не менее, я вам высказал вот ту, которая работает по жизни, не ту, которую, как бы сказать, вы почувствовали, что вот туда не надо ходить, а то там снег на башку упадет. Вот, и здесь невозможно что-то такое, вот знаете, по полочкам разложить, вам показать, потому что у каждого человека, в зависимости от его наработок, в зависимости от его устремлений, в зависимости от очень многих обстоятельств, у него слаживается своя картина, свой взгляд на вот эти вещи. И если вы что-то там чужое там говорите и так далее, а это не совпадает, ну, просто-напросто разговора не получается, человек просто-напросто вас не понимает, вот, вроде слова, как говорится, понятные, а смысл не ясен. Нету индивидуальной наработки. И чем дальше, конечно, человек туда уходит, у него там совсем, он понимает некоторые вещи совершенно иначе, чем это надо, вот как мы учимся в первом классе, это одно вам преподается. А в десятом классе там совсем другие вещи преподаются, и мы вот находимся как раз, один в первом классе, другой в третьем, четвертый там, в десятом классе, пятый может уже там, профессором стал, а шестой только в ясельке ходит, и ему это не волнует и не ясно. И по мере, будем говорить, вот, вот этого взросления и понимания, вы начинаете понимать, насколько слово важно, насколько с его помощью вы можете менять свою жизнь, свое здоровье, свое благосостояние. И когда к вам придут вот оттуда такие вот стихи, вы тогда поймете, что вы стоите на верном пути и начинаете взаимодействовать с окружающим. Я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры, оно во мне, я это знаю, чудесной, дивной красоты, оно основа существа и заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь. Что вечно, вечно, вечно длится, его я вспомнил, произнес, и чудо дивное случилось, свет счастья брызгнул из меня, и время юности явилось, теперь живу, люблю, творю, а слово тайное храню. Вот такие вот вещи бывают, когда вам эти стихи просто спустили, и вы их озвучили. Поэтому не думайте, что я что-то там скрываю, или еще что-то там такое. По мере, очень важно понимать, по мере вашего взросления, наработки вашей, как бы сказать, духовной мощи, вам будут, как бы сказать, буквально таки подсовывать ту или иную информацию, для того, чтобы вы ее опробовали, и с помощью ее, как инструмента, начинали идти дальше по пути духовной эволюции. Вот я еще только сейчас начал понимать, что такое по-настоящему духовная эволюция. А так это были какие-то слова, какие-то лозуны и прочее, прочее, прочее.